Давно ребята у нас не дропали каких-то бенгеров, которые бы типа реально подтверждали их статус чуваков, которые сделали большое количество хитов. Это очень важно. Очень важно, мне кажется, для них сейчас, в этом году, когда у них поперли так или иначе концерты, когда они стали уже прям вот-вот-вот-вот-вот-вот выходить до уровня практически, практически, при всем уважении, ну практически выходить до уровня артистов первого тира. Пока все-таки, на мой взгляд, такой второй тир, да, по большей степени у ребят. Вот, но они типа должны закрепить свой успех. Они должны закрепить свой успех и показать, типа, чего они реально вот могут сделать сейчас. Випо. Да, да, да. Белорусский звукорежиссер, битмейкер, исполнитель из Минска. 2007 год. Все мы знаем, типа, да, мы знаем, как они работают, чего они могут сделать и на что они могут, в принципе, чем они могут нас удивить с точки зрения качества. То есть, планка реально высоко задрана. Это ребята, которые могут смело попасть на плейлист. Да, после этого прогноз идет, прогноз, сейчас, короче, да, сейчас идет прогноз, чуваки, вы можете успеть поставить на альбом. Посмотрим, что там, чем дополнил, так сказать, да, Дракил. Вот здесь вы можете не проебывать стримчанские, да, вот здесь вы можете быть подписаны для того, чтобы следить за всем происходящим. Да. Слушаем внимательно, что такое новый трючок под названием «Прусь». 2.18. Let's go. Неплохое интро. Бля, ща как уебешь. Ель-Ель, чем-то помни. Ну ничего, такой мятник и вопец, да? Бля, ща как у тебя. Ель-Ель, чем-то помни. Ещё раз. Сил ужин за двоих, но мне так напевал. Семью, упомянул меня в скаман. Возу, бля. Лови мой поцелуйчик, щёчка, ты братского хуйня. Лишь невест на ляжках, думали большой корман. И, и по не брось, и по не сохну. Спасибо богу, блядь, за эту попу. Какое отношение этот куплет имеет? Блядь, воняет потом, мы в этом не специальные гости. Бать, и по не брось, и по не сохну. Спасибо богу, блядь, за эту попу. Получен поезд, воняет потом. Блядь, воняет потом, мы в этом клубе специальные гости. Не целостный трек, конечно же, получился, да. То есть, вот эта вот история по поводу отсылочки, да, благодарочки. На скаму запот. Это Тёма Пухляш. Могу блестина, могу с ним поебать. Слушай, меня так заебал. Он подруга беет, что я ей не дал. Здесь что-то не то было с ритмом. Сил ужин за двоих, но мне так... А, ещё раз, Сил ужин за двоих, но мне так наплевать. Семью, упомянул меня в скаму запот, болял. Я ему поцелуйчик, всё, какая-то братская хуйня. Лишний... Вот это прикольный, да, прикольный. Лишний вес, наверное, как думали, большой карман. Неплохо, но я не совсем понимаю, да. Какое отношение, типа... У меня, правда, на суку палец дорого. Партнёры в ебалутер он остался, не допонят. Плю нахуй смазкайся, вкратце старайся больше, может, не надрывайся, ему члены присмыкайся. Вот эта вся история, да, с охуенным таким дерзким вайбом на поебушке, да, с таким вот там попками и всякими такими историями вот здесь в куплете, да. Ну, соответственно, припев тоже. Ну, как будто бы припев вот... Не то, чтобы я, короче, вот всегда против того, чтобы две четвёрки было. Это не значит, что всегда это плохо. Если слишком сложный припев, допустим, он не прям сильно ровный, да, не прям сильно ровный, если он сложный, если он даёт, оставляет за собой такое послевкусие, недостатка, что ты его хочешь реально переслушать, что тебе кажется мало, тогда можно смело пускать его два раза. Здесь я не знаю, блин, актуально ли это было или нет. Непонятно, типа, реально. Вот. Плюс вот эта история, да, она как бы сама по себе имеет место быть, без вопросов. Но насколько она актуальна вот к этому припеву, тут респект Симис, камов за пот, вся вот эта история, я по ней прусь, я по ней сохну, спасибо богу, блядь, за эту попку. И вот этот куплет. Как будто бы это пошло в какой-то репрезент угарный, больше, да. В какой-то угарный репрезент, который бы, ну, вышел бы отдельно и, соответственно, он бы имел всё настроение такое. Тут как, в какое настроение погружаться, да. То есть со сцены, прикинь, да, вот, допустим, НК, да, вот эту историю рассказывает, там, такой, там, весь такой, там, пульс у него повышен, вот там в клубе специальные гости, весь такой свэк, да, весь такой на богатых чех, весь такой на пафосе, охуеть, какой гость, всё круто, всё серьёзно. И тут, бам, типа, ну, непонятно, короче, честно говоря, не совсем понятно. Упрят, спас, камов за пот. Да супер, вообще я не против, я не против. Я к тому, что, типа, есть этот трек, есть этот текст, да, вот в этом лишь проблема, лично для меня. И в духоте припева. Всё. Куплет интересный. Напел хорошо. Структура и целостность. Припев как будто бы даже мог бы быть довольно хитовым. Потому что очень хорошо вайп передан. Мне вообще припев нравится. Если послушать одну четвёрку, прям как он начал, да, это было хорошо. Тут же у нас ещё интрушечка шла, и потом, бам, да, я смотрю, думал, бля. Думал, муж какой-то. Сейчас ещё один разочек припев, один разочек. Бля, ща как уебёшь. Шикарно же, блядь, за эту пробку. Повышен, пусть, маняет лотом. Мы в этом клубе специальные гости. И понесу, лохну. Спасибо, богу, блядь, за эту пробку. Ну то, что клубчик подобался, ну такое. Спасибо, богу, блядь, за эту пробку. Повышен, пусть, маняет лотом. Мы в этом клубе специальные гости. И понесу, лохну. Спасибо, богу, блядь, за эту пробку. Повышен, пусть, маняет лотом. Мы в этом клубе специальные гости. Да, говорся. Или мишка скучная. По тканям скрипела. От тебя ладно, носок палец, дорого. Побос. Партнер, выбор утром, но взнос я не дополвил. Я пол лоху с маску, если в кровь. Старайся, больше может даже надрывайся. Прямо, не distant, дайся. Как-ка, лоху, блядь, лоху. Ты, блядь, лоху, блядь, лоху. Как-ка, лоху. Задумка хорошая. Задумка хорошая Не знаю, справился ли полностью с этим стилем Вот эта вся история, да Не думаю, что это хитовая песня Хотя припев вполне мог претендовать Вполне мог припев претендовать На то, чтобы это стала хитовой историей Типа реально, просто надо было напеть дальше Песню про всю вот эту Историю из припева Реально, историю из припева Да Кей сделал хорошо, да И ник сделал нормально, вот здесь Историю, концовочку закончил, хорошо Да, вот здесь закончил, хорошо Интересно, да Здесь не знаю, справился ли Кей, короче, припев, сделаем кей прикольный Вот что Ежели прям вот Ну мы По-разному добавляем Все равно, ребят, да Они хоть и как бы втроем делают Но артисты разные Поэтому у нас вроде как все три карточки есть разные для них Трек нецалостный, 100% Рифмы и образы Дорого нет Недопонят Вкратце Ну, по крайней мере, у них Залетел в атмосферу, да Своим куплетом он залетел в атмосферу Типа реально Да Да Штуканый босин хуй знает Непонятно Сейчас Поебал Поебать Поебать Заебал Наплевать Бля хуйня Рифмы, да То, что касается образов Семь Наверное, семь Наверное, семь Да Так Структура ритмика Припев Скучный Да Двойной Не знаю Реализация стиля Бля Ну нет Семь Припев на девять Здесь прям сильно провалился Вот Сильно провалился Артем С истории Выпал он из трека полностью, да Семь Хотя, наверное Я вот здесь вот так поставлю А вот здесь вот так То есть выпадание, наверное, все-таки Вот больше Больше про здесь, да Типа лишний куплет вообще И структура в целом Хуй знает Да Так в целом сделано нормально Довольно прикольно Семь Восемь Можно поставить Смело Пацанам Атмосфера Вайп Четыре Как будто бы даже много На самом деле Припев Один Один Припев Короче Припев Четыре Пять Четыре Пять Припев А реализация стиля Там же еще Есть Да Ника не совсем Получилась Короче Пиздец Не-не-не Четверочка тут Да Все Разобрался Сорян Что долго Сорян, братва Что долго Просто тут Очень разных Много партов Да Очень много разных партов Очень много разных вещей Происходит Поэтому немного Я в ахуе Все Решили 51 балл К сожалению Не так много Ребята могут лучше 100% И мы это уже точно знаем